На согласование президента поступит и пакет документов, определяющих наши экономические планы на следующий год. Правительство сегодня одобрило прогнозные показатели на 2023. Это ориентиры социально-экономического развития и проект бюджета. Главная задача, которую ставит перед собой Совмин, увеличить доходы белорусов и добиться снижения темпов роста цен. Расходы госказны формировались с учетом увеличения средств на социальную сферу и строительства жилья для многодетных и молодых семей. Светлана Лукинюк с подробностями из Дома правительства. Планируя следующий год, важно посмотреть, а что же получим поэтам. Ведь хороший старт – это весомая составляющая выполнения прогноза 2023 года. Минэкономики заверяют, промышленность и сельское хозяйство с августа-сентября вышли на траекторию восстановления. Прибавляет и экспорт, и более трех миллиардов положительного внешнего сальдо, обеспечивает стабильность на валютном рынке. Также постепенно идут инвест-проекты. Но самое важное – выполняются все социальные обязательства. Главное, чтобы устойчиво работал реальный сектор, говорит министр Червяков. И здесь объемы производства растут. Мы прирастаем по ключевым товарным позициям. Более чем на 20% увеличились товары, такие как производство тракторов, производство комбайнов, производство электронных и интегральных схем, телевизоров, микроволновок и так далее. Основные цифры следующего года – это рост ВВП на 3,8%. Инвестиции в основной капитал за 22%. Экспорта товаров и услуг на 5,5%, а реальных денежных доходов – более чем на 4%. Рост зарплат в тесной связке с производительностью труда и снижением инфляции. Ее прогноз на следующий год не более 7-8%. В правительстве сегодня назвали и главные составляющие для роста экономики. Это внутренний спрос, импортозамещение и внешние продажи. Планируется реализация 129 региональных, 51 инфортозамещающего и 14 интеграционных проектов на сумму 4,1 млрд рублей, которые обеспечены источниками и механизмами финансирования. По расчетам Минэкономики, прогнозы развития внешних рынков дают возможность нарастить валютную выручку на 2,5 млрд долларов США. При увеличении экспортных поставок в Российскую Федерацию на 1,4 млрд и в КНР на 300 млрд. Дополнительный доход в казну будет и от обратного акциза на нефть. Беларусь и Россия это решение скрепили подписями на недавних переговорах в Москве правительственных делегаций. Сам так называемый обратный акциз, он будет приходить где-то от 1,7 млрд белорусских рублей. Расчетно это будет та величина, которую мы будем получать в течение года. Бюджет 2023 года остается социально ориентированным. Расходы на это направление выросли более чем на 17,5%. А в приоритете это здравоохранение, образование и зарплаты бюджетников. Бюджетная сфера получит больше. Основной упор на заработную плату. Не менее 16% рост фонда оплаты труда планируется. Также расходы связаны с такими социальными выплатами, как стипендия, пособия, расходы на питание в учреждениях образования. Все они будут проиндексированы с ростом, который учитывает ту инфляцию, которая складывается. В 2023-м многодетные молодые семьи поддержат квадратными метрами. Речь идет о субсидировании строительства жилья и создании инженерной и энергетической инфраструктуры. На это из бюджета пойдет 1,6 млрд рублей, что на 10,5% больше, чем в этом году. Светлана Лукинюк, Виталий Селявка, агентство теленовостей.